Молодой баритон, оперный певец с консерваторским образованием, участник и победитель телевизионных шоу «Главная сцена», «Живой звук» – постоянный участник телепроекта «Романтика-романса». Звездные коллеги пророчат Альберту Жалилову успех на мировых оперных сценах. И уже сегодня певец гастролирует как по стране, так и по городам Европы. В Сочи один из самых ярких представителей классической эстрады и звезда петербургского кроссовера приехал с единственным концертом, в названии которого первые строчки серенады Дон Жуана из романса Чайковского «От Севильи до Гренады». Название определило и репертуар. Все произведения посвящены, как говорит сам Альберт, горячим странам – Южной Америке, Мексике, Италии и Испании, что сегодня, в принципе, актуально для футбольного Сочи. Недавно был феерический матч, да, Испания-Португалия. Ну вот как раз это об этом. Вот такой же феерический концерт с такими же произведениями, горячими. Концерт очень разный по краскам, по настроению. И будет и где погрустить, будет где посмеяться, будет где, знаете, по-болельщински так вскочить и крикнуть «Оле!» вот что-то такое. Песни в исполнении Альберта Жалилова переносят слушатели из органного зала к легендарному Везувию, под песни Гондольера – «Венецию», а затем в Испанию, где зрители обычно вместе с певцом поют сегидилью и разучивают фламенко. В целом Жалилов работает в музыкальном стиле классический кроссовер, проще говоря, это поп-опера, то есть пересечение классического пения с современными музыкальными течениями. Например, за рубежом это направление очень востребовано. Андрея Бачели, можно вспомнить группу «Иль Дива», Сара Брайтман. И многие-многие другие певцы, которые покорили весь мир именно с этим направлением. И я тоже иду по их стопам, можно сказать. К слову, оперный певец с консерваторским образованием в прошлом юрист, но красный диплом юрфака Альберт Жалилов, без сожаления, променял на многочисленные дипломы международных песенных конкурсов. Останавливаться на достигнутом артист, разумеется, не планирует. В планах новые концерты, программы, моноспектакли, с которыми Альберт пообещал вернуться в Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, Инга Габеша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова